Вторая лекция из теоретической части «Едение в теории мышления и деятельности». Если в первой части этого блока мы разобрались с историей от возникновения московского методологического и московского логического культурной политики и то, чем мы занимаемся сегодня, то сейчас Андрей Мирошевиченко, наш главный директор, будет рассказывать о содержании деятельностного подхода. Ведет несколько базовых категорий, в которых работает деятельностный подход. Важно несколько базовых схем. Но нужно понимать, что всё то, что было и что было в прошлой лекции, именно это лишь небольшой фрагмент того знания, которое необходимо геотехникам. И объективное содержание гораздо шире и больше. Поэтому вам необходимо будет читать, как-то дополнять это в самостоятельной работе, добирать этот материал, который выкладывается на сайте. Там часть материала к сегодняшней лекции была выложена, каких-то основных. Смотрел, кто-нибудь? Другие. Хорошо. То есть вы будете более подготовленными. И ещё после лекции будет дополнено другими текстами, с которыми тоже было бы неплохо вам ознакомиться. Напоминаю вам также, что 13 октября начнётся методологический семинар. Не здесь, но на Баградёна 39, на улице Баградёна 39, куда, в общем, тоже желательно было бы ходить, если вы собираетесь, в общем-то, принимать участие в деятельностных играх в качестве игротехника. Наш лектор Андрей Мирошниченко – кандидат философских наук. Он защитил диссертацию по Георгию Петровичу Щедролицкому и, наверное, один из пяти, я думаю, человек в стране, который достаточно глубоко разбирается в вопросах системного мыследеятельственного подхода. У тебя время до двух часов, когда все эти люди – это твои. Вы знаете, так получилось, что, в общем-то, вот этот системный мыследеятельностный подход неотделим от той формы жизни, в которой он существовал. Вот Андрей Егоров в прошлый раз вам рассказывал немножко, как оно было. Походите обязательно на методологический семинар, потому что это воплоти то, собственно, как происходит мышление. И вот если обычно какие-то схемы вводить, рассказывать какие-то там базовые антологические полагания, то на самом деле вы должны четко понимать, что в рамках Московского методологического кружка это не некая концептуальная теория. Вернее, это, конечно, концептуальная теория, которая родилась для решения жестких, сложных методологических задач и проблем. То есть, по большому счету, это инструмент. Фактически сейчас уже так мягко ввожу первое развлечение, которое в дальнейшем мы будем активно осваивать. Это развлечение антологических полаганий и деятельностных полаганий. Почему я это ввожу? Потому что я хочу, чтобы мы уже с вами в этом пространстве работали. То есть, мы с вами различали содержание теоретическое и то, как это содержание можно брать, использовать в качестве инструмента в своей деятельности. Собственно, вот это принципиальное отличие всех людей Московского методологического кружка от всех остальных и прочих школ, которые сейчас можно смело называть просто отрыжкой прошлого. Поскольку у нас была такая бескомпромиссная сегодня лекция, потому что это очень сложный материал, то я буду организовать лекцию в форме таких стандартных докладов на методологическом семинаре. Что это значит? Я буду делить на какие-то кусочки свое выступление. После каждого кусочка вы будете задавать вопросы. Вы можете задавать два типа вопросов. Первый тип вопросов – это уточняющие вопросы. Я их не рекомендую задавать, потому что они неинтересные. Но если вдруг получится, вы там пробуйте хоть там. Второй тип вопросов – это вопросы типа «завалить». Методологи очень любят, как бы, и говорят все время о том, что одна из ключевых задач участников методологического семинара – это борьба за чистоту доски. Прежде чем я буду чего-то класть, я должен обосновать то, что я положу. А для того, чтобы это обоснование состоялось, вы должны всеми возможными способами проверить мою мысль на истинность, доказуемость, обоснованность и так далее. Собственно, в этой борьбе за покладение положения чего-то на доску, какого-то материала, в этом, собственно, рождаются мышки. Еще один нюанс, который надо говорить. Я сейчас делаю какие-то оговорки, какие-то оговорочки, которые организуют наше пространство, работа. Некие принципы вкладывают, цель, которую мы здесь, в общем-то, как бы, предполагается делаем. Это классический методологический подход, системно-деятельностный подход, который называется там рамочным подходом. То есть мы как бы задаем рамки нашему пространству, пространство нашего взаимодействия и коммуникации, и выходить за эти рамки нельзя. Понимаете, да? И еще один нюанс связан с тем, что эти рамочки будут моими. То есть поскольку я докладчик, как бы я тут плавный, поскольку у нас тут не металлургический семинар, а лекция, обычно в металлургическом семинаре есть свои какие-то тайлы, а тут их нет. В общем-то, как бы, предполагается, что законы, как бы, вот здесь вот, буду устанавливать я, коль скоро власть вся у меня. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь себя как-то выгородить в качестве какого-то значимого лица, наоборот, я просто пытаюсь им показать, что деятельность на подход начинается с того, что вы полагаете, предъявляете свои цели, свои условия там работы, средства своей работы и так далее. Я еще ничего, на самом деле, не подъявил, никаких средств, условий и всего остального, то есть кроме каких-то отдельных рамочек. Поэтому я просто заранее оговариваю, да, что вот то, что здесь будет происходить, будет происходить благодаря тому, что я буду что-то делать. Это не будет ретрансляция какого-то знания, это моя интерпретация того материала, который, в общем-то, я буду здесь изварить. Поэтому, исходя из этого, я сразу как бы оговорю вам принцип, которым я буду работать, да. Я буду здесь работать в таком подходе, который, ну, методологическом принципе, который называется псевдогенетическая развертка. То есть я буду как бы рассказывать вам историю идеи Московского логического кружка, как будто бы они имели какую-то логическую последовательность, да, как будто в них была заложена какая-то иммунентная логика, которая, в общем-то, здесь будет вам предъявлена. Но я это делаю исключительно из дидактических соображений, то есть так проще усвоить этот материал. Вы должны понимать, что на самом деле каждая схема методологического вводилась с кровью и ботом, в жесточайших методологических баталиях, многие годы, и поэтому все было не так просто, как я буду здесь изглавлять. Но еще раз отговариваю, что моя задача сейчас состоит в том, чтобы как-то вам дать этот материал более-менее доступен, чтобы вы поняли, о чем идет. Хорошо? Ну, теперь последняя, как бы, моя цель, собственно, я, как бы, честно сейчас признаюсь, я тоже хочу поехать на эту игру, но даже записываться в качестве участника, ну, игротехнические, вот эти, короче, вот тусовки все этой, ну, их старшие коллеги сказали, уж куда тебе, в общем-то, идти в игротехнике. Поэтому, с одной стороны, моя задача состоит в том, чтобы, в общем-то, завоевать потенциальных кальций в игре, в качестве своих, как бы, учеников, соответственно, распространить свою власть на вас. Да. А с другой стороны, ну, конечно же, как-то завоевать доверие тех, так сказать, властных структур, которые меня сюда позвали. Вот, какие-то вопросы есть сейчас? Не стесняйтесь. Когда нет вопросов, в гипотологии считается чем-то позорным, очень, как бы, плохим, значит, люди не мыслят. Вопросы? Ну, хорошо. Это хорошо. Ну, конечно, да. Значит, будем делать все, что захотите. Значит, вот Андрей в прошлый раз постоянно употреблял такое слово, как мышление, да? Ну, есть такая гипотеза, что московский гипотологический кружок начался с того, что они пытались разобраться в том, что же такое мышление. Нигде вы не найдете никакого определения мышления, впрочем, как и деятельности в работах, методологических работах. Почему так происходит, я сейчас чуть позже объясню, но пока, как бы, немножко, чтобы вам было более просто и понятно, да? В 89-м году Гаврид Петрович Чедровинский читал лекцию на досках, такая, в общем, публичная лекция, была серия лекций в Москве, проходила, ну, для начинающих. И там у него спросили, что же такое мышление. Он, как бы, шок ввязаться, сказал, что мышление – это оперирование со знаками. Все. Ну, и как бы, все отвязались, как бы, предлагались. На самом деле, вот то, что он сказал, это очень сложная, как бы, вещь. Что значит оперирование со знаками? Ведь можно с вещами оперировать как знаками, да? А со знаками – как с вещами. Что значит оперировать с чем-то, как со знаком? Что значит означать нечто при помощи знака? Вот эти все сложные вопросы, на самом деле, и образуют пространство мышления. То есть, в большом счету, для простоты, как бы, изложения, да? Давайте будем иметь в виду, что мышление – это оперирование со знаками. Вот. Ну, и в дальнейшем, сейчас я просто буду рассказывать, что же такое за оперирование со знаками, как оно получается, как оно начать формироваться, но в дальнейшем, мое личное добавление к этому утверждению Щедроицкого заключается в том, что мышление – это не просто оперирование со знаками, это проблематизирующее оперирование со знаками. Что это означает? Это означает, что мышление всегда связано с попыткой выделить новое сдержание своего собственного полагания. То есть, мы берем знак, пытаемся им что-то обозначить. И фиксируем разницу между тем, что мы пытаемся обозначить, и тем, что у нас заложено в содержании знаков, да? В знаковой функции. Когда это отличие мы видим, это называется развлечение, фактически мы совершаем какую-то попытку мыслить по-настоящему. В этом плане Георгий Петрович Дервейдский очень солидарен с представителями постмодернистской и постструктористской философии, которые говорили о том, что главное содержание мышления постмодернистского заключается в том, что фиксировать различия, а не дожество. Понимаете, да? Я сейчас много кучу сложных вещей, на самом деле, наговорил. И если вам что-то непонятно, вы спрашиваете. Кстати, я еще раз хочу подчеркнуть. Я буду специально делать паузу, чтобы вы вопросы задавали, но это не означает, что вы не должны задавать вопросы на протяжении всего моего рассказа. То есть, вы смело перебиваете, задаваете вопросы, уточняете и так далее. Потому что материал будет наваливаться, и вы не сможете вообще потом, если мне разберетесь в самом начале, в каких-то базовых вещах, не сможете потом, когда этим свободно передавать. Ну что, пока вопросов нет. Ну хорошо, тогда я начну вводить первую схему. Значит, на самом деле, первые работы Георгия Петровича Чедаицкого и его друзей по московскому логическому кружку, он тогда не был методологическим, он был логическим, в 1956 году заключался в том, что они зафиксировали, как бы пытались создать некую содержательную логику. Содержательно-генетическую логику. Чем она отличалась от формальной логики, сейчас я немножечко объясню. И, в общем-то, введу базовую схему содержательно-генетической логики. Но, чтобы дальше не разворачивать, собственно, историю содержательно-генетической логики, скажу, что после того, как они написали несколько статей, 3-4 статьи, их очень жестоко раскритиковали представители формальной логики. И, в общем-то, после этого они перестали называться логическим кружком. Они, в общем-то, закончили заниматься логикой и перечисли их занятием методологии, потому что, фактически, они перечисли совершенно другую плоскость исследования. Вот. Ну, для начала давайте введем, все-таки, чем отличается содержательно-генетическая логика от формальной, и почему содержательно-генетическая логика положила начало, в общем-то, деятельностным подходом. Формальная логика всегда оперирует только формальными, логическими формами. Вы из курса вузовского моремика помните, что логические формы это понятия, суждения, ум заключения и так далее. Помните, все умные. На самом деле, с точки зрения гносиологической существует такая еще с Аристотеля, вы же в курсе, что Лыбих вообще-то создал Аристотель, и по большому счету принципиально она ничем не отличается формальная логика. Но сейчас существует от того, что создал Аристотель, с точки зрения основных полаганий. А основные полагания заключались в том, что существует некоторая связь между логическими формами. Вы знаете, умозаключение это связь двух суждений и выводники. Это связь какая-то. Так вот, с точки зрения Аристотеля существует прямая зависимость между логическими формами и вещами. Понимаете, да? Слово стол означает стол. Если слово стол каким-то образом связано с какими-то другими словами, например, со столом стул. Вот семантически, то есть с точки зрения связей знаковых, ну то есть стол это один знак, стул это второй знак, они как-то между собой логически связаны. Мы можем как-то предположить, что стул это то, что позволяет сидеть за столом и всякое прочее. Вот по Аристотель существует прямое отражение в знаках реального содержания вещей. Это называется параллелизм формы содержания. То есть вещи соответствуют знанию, знания соответствуют вещам. Называется эта штука корреспондентская концепция истины. Ну и исходя из этого получается, исследовав зависимости и связи между логическими формами, мы можем полностью исследовать и раскрыть существующие в мире связи. Понимаете, да? Высшая форма этого корреспондентского как бы полагания явилась Кигельская философия, утверждала, что все разумно и действительно, все действительно разумно. То есть логическая форма мира является тем законом, который является законом этого мира. Все вещи соответствуют этому логическому полаганию. Ну вот. А Георгий Петрович Лорисович сказал, что это все не так. Вот. И на самом деле он ввел самую первую, самую интересную схемку, которая рисуется очень просто. Она рисуется вот следующим вот образом. Она рисуется вот так вот. Где Х у нас является объектом оперирования, то есть, допустим, тот самый реальный стул, о котором мы говорим. Дельта – это какие-то операции, прилагаемые к этому объекту оперирования. Вот эта вот стрелочка, назовем ее, допустим, я не знаю, как мы ее узнаем. Эта стрелочка означает связь означаемого или замещением. Вот это вот знак, а вот эта стрелочка означает связь отнесения. Ничего не понятно, правда? Вот сейчас мы увидим, почему вообще-то вот эта вот схемка являлась базовым, первым шагом для формирования деятельностного подхода. Георгий Петрович Торецкий говорит, каким образом вообще человек формирует, конституирует некое содержание собственного мышления. Не формы, а содержание собственного мышления. Как он понимает, что стул – это не стол. То есть понятно, что с точки зрения знаковое, но что знаки берут в качестве своего содержания? Он говорит, что на самом деле существует довольно четкая и простая операция выделения некоего содержания в каких-то объектах, в которых оно существует. Она довольно проста. Вот смотрите, вот это оперирование знаками, вещами – это очень простая вещь. У нас есть некий знак, некоторая вещь – стул. У нас есть так называемый объект-индикатор, объект-эталон. Что это такое? У нас есть какой-то индикатор стульности. Уголовенность есть. Что такое стульность? Что такое стульность? Т.е. без четырех ножек стульных не бывает. Нож и сиденье, стуль. Я скажу, есть куда сиденье. А, это табуретность. Вот какая функция стула? Есть куда сиденье, сиденье. Вы не слышите, что я спрашиваю? Я спрашиваю, какая функция стула? Т.е. результат денег нет. Про результаты вы сейчас вводите новые очень сложные категории. Давайте пока функция стула. Для чего нужен стул? Держание тела в некотором положении. Он делает жестко. Т.е. всех остальных предметов, которые тоже направлены на держание тела в некотором положении, это все стулья, правильно? Да. Т.е. на самом деле все очень просто. Т.е. стул это то, что позволяет сидеть, опёршись об него спиной. Сейчас вы начнёте зануться и говорить, что и кресло тоже тогда получается стуль. Дело не в этом. Дело в том, что всегда, когда мы говорим про познание, про знаковые функции и так далее, мы говорим про то, что у нас есть представление о том нормы некоторых. Эталон. Как использовать ту или иную вещь. И, в общем-то, эту норму, эту функцию мы называем стулом. Да? Потом все, что соответствует этой функции, мы называем стулом. Ага, на этом можно сидеть, опёршись спиной. Значит, это стул. Понимаете, да? Есть один нюанс. Связанный с тем, что как мы фиксируем это свойство. Вот это вот свойство. Объект эталон – это индикатор. Как мы фиксируем это свойство, что оно есть у этого предмета. У нас есть, на самом деле, такая простая штука, как объект-индикатор. Вот попа наша опирается, спина, да, стул. Значит, вот эта попа и стул, и спина наша – это то, что позволяет нам говорить о том, что у этой вещи есть вот это вот свойство. Понимаете? Понятно? То есть наши ощущения? Нет, не ощущения. Ну, это очень просто, на самом деле. Смотрите, я говорю, что этот стул имеет какой-то вес. У меня есть эталон веса. Какой? Ну, килограмм. Например, у меня есть там какой-то гилька с килограммом. Я могу положить на одну чашу весов гильку, на другую чашу весов стульчик. И понять, что он имеет какое-то свойство, имеет вес. Понимаете, да? У нас есть эталон свойства, и у нас есть индикатор весы, который позволяет зафиксировать в этом объекте это свойство. Понимаете, да? И самое банальное и простое заключается в том, что, собственно, вот эту вот вещь мы каким-то образом называем. То есть мы называем какую-то эталонную функцию стулом, допустим. Ну, и, собственно, вот это вот базовое полагание, которое позволяет фиксировать свойства, ну, или содержание какого-то там нашего мыслимого, мысленной деятельности в каком-то предмете. Понимаете, да? Что такое связь отнесения? Мы обозначили это, и в следующий раз, как по отношению к какому-то там другому стульчику, мы можем, в общем-то, сказать, что, ага, на самом деле мы, проделав вот эту вот операцию, научились опознавать свойства стульности в каких-то объектах, в каких-то вещах. Раз мы это научились делать, значит, мы в состоянии в следующий раз опознать это свойство в другом объекте. В данном случае здесь же, да? То есть мы вполне в состоянии в следующий раз зафиксируем, что у стульчика есть это свойство. Понятно? Это первая схема, которую я начинал. То, что зафиксировали мы один раз, если мы изменяем, это будет уже новое, или если мы дополняем, то как бы... Что изменяем? Ну, вот это А, которое у нас получилось. А, это знак. Ну, знак, да. Который у нас получился после всей этой операции, и с помощью которого мы можем потом как-то самодействовать другим стульством. Это, конечно, очень сложный вопрос, который буду отвечать дальше. Про проектирование. Ну, пока, как бы, давайте мы зафиксируемся вот здесь, да? Что есть знак, он выполняет две. Ну, то есть, на самом деле, все очень просто, да, это безобразие. Вместо того, чтобы каждый раз там указывать на какой-то конкретный стульчик пальчиком, да? В наших плечах, в наших разговорах. Мы вместо этого употребляем слово стул. Вот это вот. То есть мы замещаем объекты оперирования физического стула, вот такого оперирования, да? Другим объектом оперирования, более простым, знаком. Который позволяет нам особенно не париться, да? Передавая друг другу какие-то содержания наших с вами речей. Правильно? А это значит категория? Подождите. Категория, это вообще, это потом. Это очень далеко все. Да. Вопрос по поводу знака. То есть знак – это слово? Не обязательно. То есть, ну, просто определите, а что мы называем знак? Знак – это то, что выполняет знаковую функцию. Это неважно. То есть, что знак, а может быть, я знаю, значок, там, вот эта хрень, которая у меня тут висит, там, да? Я не знаю, прическа моя может быть знаком, что я там панк, там, и так далее. То есть, знак – это то, что мы берем в качестве знаковой функции, в качестве обозначения. Ну, мы можем, допустим, зарубки делать, в лесу идти, там, да? И вот, чтобы как бы понимать, куда мы идем, делать какие-то зарубки, значит, ну, там, что-то обозначающее. Две зарубки, значит, туда не иди, одна зарубка – иди туда. То есть, когда мы говорим, что мышление – это оперирование со знаками, это значит, что, когда мы мыслим, мы представляем знаки. Нет? То есть, что это значит – оперирование со знаками? Ну, соответственно. Давайте различать все-таки – мышление и сознание. Сознание оперирует как бы образами какими-то, да, феноменами. Мышление перейдет знаками, знаками и функциями. Давайте, смотрите, вот, когда вы говорите про голову, вы сразу включаетесь в натуралистический подход, что там в голове что-то происходит, или что там в голове не происходит. Все происходит в деятельности. Вас научили употреблять какие-то знаковые функции. Вот, в школу ходили, вас там заставляли, там, не знаю, пользоваться ручкой для написания чего-либо, или звуками для обозначения чего-либо. Это все знаковые функции, вас научили так пользоваться. То есть, в вашей деятельности, которой вас научили, она уже не ваша, поскольку вас ею научили, да, она как бы пришла к вам извне. Вас научили пользоваться чем-то, как знакомым. Вот сейчас, вот я не знаю, сколько вам лет, но предположим, вам 20 лет. Перед 20 лет после своего, там, начала жизни, вы впервые в жизни узнали, что на самом деле ваше мышление, оказывается, оперируется знаком. Понимаете? Это очень большой, прогрессивный, на самом деле, шаг в точке зрения развития. Андрей, вот знак обозначает эталон. Да, да. А при отсутствии объекта индикатора, ведь знак не означает ничего, я правильно понимаю? Конечно, он не является знаком. Конечно. А вот этот эталон у каждого слой, то есть это субъективно? Нет, нет, нет. Это вот следующий вопрос, то есть это вот, как у Кати, вы задаете вопросы, которые будут дальше разворачиваться, а будут дальше действия. То есть, существует пространство, где находятся эталоны. Это пространство называется очень интересным словом культура. Андрей, еще вопрос. Связь между эталоном и индикатором, она однозначна вообще? Конечно. И на данной схеме она совершенно однозначна. То есть, мы конкретное совершенно эталонное свойство выделяем за счет индикатора и обозначаем определенным образом. Бывают, конечно же, знаки как бы без означающих. Вот как бы там, я не знаю. Ну, их полно. Немеренно просто. Они как бы что-то там обозначают, а в самом деле... То есть, индикатор есть, а эталона, в общем-то, и нет, да? Или как? Не-не-не-не. Ну, смотрите, бывает же следующая схема, когда мы, например, назначаем вот этот знак каким-то другим знакам. Допустим, мы назначаем, называем физику-науку, физика-знак, мы называем ее наукой другим знаком. Выделяя вот в этом предмете какое-то свойство, которое позволяет нам, ну, зафиксировать это свойство в этом объеме. И помню специальную операцию. Вообще, это велика методология, да? В том, что она вышла за пределы, в общем-то, науки традиционной, каких-то традиционных форм деятельности, выделив в науке традиционных форм деятельности предметное и деятельностное содержание. То есть, она фиксирует каждый вид деятельности именно как деятельность. Наука себя как деятельность не опознает, она такими словами сложными не оперирует. Спросите у физика, какая у него деятельность, он вам ничего не расскажет, я вас уверяю. Ну, еще какие-то вопросы? Не стесняйтесь. Можете поспорить с чем-то. Ну, вы хотите спорить, мне надо. Ну, вот смотрите. Ну, вот теперь совершенно справедливый вопрос, все-таки откуда берутся эти самые нормы. Ведь, на самом деле, в этой схемке все очень любопытно. В ситуацию познавательную норма приходит. Понимаете, да? То есть, вот здесь вот она появляется готовой. Эталон появляется, в общем-то, готовой. Правильно? Эталон норма есть норма. Условно, пока не будем различать. На самом деле, это разные вещи. Эталон приходит уже готовым к нашу познавательную ситуацию, где мы должны какое-то конкретное содержание зафиксировать. Правильно? Или неправильно? Ну, вы же слова не изобретали, правильно? Вас и научили. Что-то вы тормозите, господа. Ну, мы будем с компромиссом продолжать, когда нашу вещь. Так вот, смотрите, какая интересная штука. Когда, значит, щедровитяно разбирались с этой самой сложной штукой, откуда же все-таки берутся эти эталоны, да? Эталонные свойства. Где они вообще находятся, как они вообще содержатся. Они, в общем, выделили то самое великое пространство культуры, в котором происходит трансляция норм. То норм или эталон. Я сейчас не буду различать. На самом деле, это разные вещи. Ну, для простоты будем называть это нормой. Значит, что здесь, на самом деле, зафиксировано? Здесь зафиксированы некие ситуации. Сейчас вам еще более красивенько нарисую. Еще вот так нарисую. Сюда что-нибудь квадратик. Совсем хорошо. Уже поняли скончательно, без поворотов. Я в Андрееве отдавал файлик, где есть ссылки на источник литературы, в общем-то, где происходит введение этих схем. Там, конечно, все более корректно. На самом деле, вот эта схема, эта схема воспроизводства деятельности и трансляция культуры, эта схема была введена в связи с двумя вопросами. В связи с вопросами о том, каким образом формируется содержание, узнание какого-то, да? Это такая работа естественной искусственно-симметичной системы. И вторая работа, в которой она очень активно использовалась, это схема воспитания и образования. В общем-то, вторая схема послужила основой для развития всех остальных представлений о деятельности. Андрей, ты дальше будешь объяснять вообще, что нарисовано? Конечно же. Я сейчас и делаю как введение. Так вот, просто еще раз, прежде чем продолжать что-то описывать про эту схему, я небольшое объяснение сделаю, что мое-то мнение заключается в том, что эту схему мы взяли у Толкота Парсенса. Вы же все знаете, какой такой Толкот Парсенса. И я не могу как бы не нарадоваться по этому поводу. У него есть такая классическая схема аджайла, неких четырех функций, которые выполняет социальная система. Одна из этих функций, культурная функция. Культурная функция заключается в том, чтобы транслировать нормы. Вот, еще раз зафиксирую, что я здесь на самом деле нарисовал. Итак, есть некоторое пространство, где происходит трансляция нормы. Трансляция откуда-куда. Трансляция из одной ситуации деятельности в другую ситуацию деятельности. Ситуация деятельности всегда абсолютно уникальна. То есть мы реализуем некоторую норму в какой-то совершенно уникальной ситуации. Почему она уникальна? Потому что она неповторима. Она вот случилась, какие-то обстоятельства есть, эти обстоятельства в следующий момент никогда не появляются в том же самом виде или в том же самом структурном целом. Понимаете, да? Но эталоны всегда существуют как эталоны, да? Как нечто неизменное в различных ситуациях. Так вот они как-то по-разному реализуются в каких-то разных ситуациях. Мы можем просто вот эту штучку зарисовать время, да? В разных по-времяных ситуациях одна и та же норма реализуется по-разному. Понимаете? Здесь нарисована собственно ситуация, тут какой-то человечек что-то делает. А вот этим квадратиком обозначены какие-то элементы ситуации. Вот сейчас вот, например, да, пока мы с вами занимаемся делом, куча народу там собирается и что-то там как-то устраивает на тусовку, да, вот при этом на Бангалове. Это ситуация, которая никогда не повторится, да? То есть количество участников будет разное, разный состав участников, разные цели, погода, все остальное. То есть эта ситуация абсолютно уникальна. Но они реализуют какую-то странную норму там, да, собираться и там, это есть некая норма, я не знаю, выражать свое мнение, да? Она существует в каких-то неизменных, на самом деле, формах, в пространстве культуры, но реализуется по-разному в разных, как бы, деятельностных ситуациях. Есть одна проблема заключающаяся в том, что очень часто нормы оказываются неадекватными ситуациями, да? Ну, мы можем сейчас, например, сказать, очень эпициозно, что то, что происходит в Бангалове, это неадекватные действия, ситуация, какие-то действия, да? Потому что неадекватные какие-то нормы. И поэтому, это уже новый переход к какому-то новому шагу, методологи говорили о том, что должна быть специальная такая позиция людишек, которые будут заниматься преобразованием норм. То есть вот норма какая-то реализуется, этот вот человечек где-то эту норму вот тут вот, на этой доске преобразовывает, да? И она еще попадает в новую какую-то культурную ситуацию. То есть какие-то культурные деятели, которые заняты профессионально тем, что трансформируют норму. Вот, в частности, институты образования, воспитания и так далее, они занимаются в частности тем, что они адаптируют норму под новую какую-то ситуацию. А значит, есть некий отлов адекватности и можно как-то оценить адекватное или неадекватное? Я думаю, нет. А тогда на основании чего они трансформируют те или иные нормы? Вот вам, Егор, я говорю в прошлый раз, вы были в прошлый раз? К сожалению, нет. Ну, это очень плохо. Как-то так жить нельзя. Егор говорит, ну, как бы, кто у нас в стране вообще сейчас занимается? Вот, предположим, у нас в стране есть культура. Допустим, типа. Предположим, в этой культуре заняются нормы действенности. Предположим, они как-то реализуются на практике. Кто занимается, в общем, совершенствованием этих норм? Ну, они же есть не только у нас в стране. Я думаю, что у нас нет. Конечно, нет. Мы сейчас говорим про нашу страну. Может, я же не знаю, что там в Америке происходит? Правда? Нет, ну, их люди, которые меняют нормы, тоже влияют на нормы. Какие их? А, если предположить, что есть какие-то не просто люди, а институты, которые занимаются преобразованием нормы, то сегодня можно сказать, что они не замыкаются в рамках национальных государств и транслируются. Ой, ну вот, знаете, откуда вы это взяли? У меня масса вопросов на эту тему. Я же обсуждаю сейчас, смотрите, для примера давайте не будем усложнять контекст. Давайте, допустим, на секунду, что вот есть какие-то активные деятели в нашей стране, которые занимаются преобразованием норм нашей страны. А вот такие деятели. Например. Например. Люди, которые заявляют себя как создателями идеологии. Ой. И продвигают эту штуковину. Хорошо, допустим. Я имею в виду название совсем другое. Вот есть такие чуваки, которые называются методологами в нашей стране. Вон они стоят. Нет, вы посмотрите, вон они стоят. Вон они стоят. Которые активно говорят о том, что ребята говорят, мы занимаемся здесь тем, что пытаемся здесь заняться культурной политикой. Культурная политика – это политика в области трансформации норм. И они говорят следующее. А нам как-то плевать. Адекватно, условно говоря. Адекватно эти нормы. Должно быть, да. Должна быть демократия. Должна быть христианство. Должна быть Европа. И попёрли. Я к чему об этом говорю? Вот как вас и вы говорите. Это деятельностный подход. Деятельность создаёт то, чего раньше не было. Адекватность или адекватность норм – это всего-навсего критерии, связанные с реализуемостью или нереализуемостью проектов. Они считают, что должно быть так. Всё и делают так, как должно быть. У вас собрали. Они оценивают адекватность до толпа проекта? Я не знаю. Вот у них спросите. Я не думаю, что это как-то адекватность оценивают. Не такие люди, знаете, как это. Это недавно я в прошлый раз зачитывал из книжки лекции Георгия Петровича Щенковицкого по подготовке игротехников. И он там рассказывает о содержании и разворачивании содержания. Вот Андрей перед вами сейчас разворачивает некое содержание того, что делали методологи. И Георгий Петрович говорит, что бывает так, что человек оказывается захваченным этим содержанием. То есть они начали разбираться с этими знаками, как оперировать мышление. И вот они жили в этом разворачивании схем, категории, понятий, усложняя их. И вот это захваченное содержание диктовало то, что им делать. И они начинали творить всякие странные вещи. Ворк-деятельностные игры проводить или семинары запускать. Или ругаться со всеми психологами, которые неправильно с точки зрения социальной деятельности. Их потом выгоняли из институтов, вешали таблички. Щедровицкому суда, 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 суда. И говорит, что содержание, захваченное содержанием человека, оно заставляет его выламываться из социальной структуры. То есть он ведет себя в социальности совершенно неправильно. И вот это содержание его ведет. И вот точно так же и мы работаем, в общем-то. То есть у нас есть некое содержание, которое начало разворачиваться вот тогда. Вот Андрей указывал, в 50-е годы. Вот сейчас логика разворачивания этого содержания требует от нас совершения определенных действий. То есть мы живем вот в этом разворачивающейся программе. И это, в этом смысле, идеальное содержание, оно является главным. А что уж там в социальности по этому поводу происходит, так это просто обстоятельства нашей деятельности. Точно так же вот Андрей вам рассказывает и что-то не понимает. У меня есть такая ситуация, я просто поясню про Андрея. Ну еще раз, культура пространства – это пространство абсолютно искусственного какого-то действования. Вот если вы не хотите транслировать нормы, культура может закончиться. Ну там, институты, например. Вот закрыли ЕГУ, допустим. Зачем закрыли? Чтобы там не транслировались какие-то нормы, которые в Европе или в США как бы создаются. То есть здесь пытаются адекватизироваться. Есть небольшая проблема, в частности, как вы говорите, с институтами западными, например. Это как бы проблема адекватности этих норм, той жизни, в которой здесь что-то происходит. Очень часто, ведь там тот же самый, допустим, фашизм – это просто, ну как бы, неадекватная попытка реализовать какую-то норму. Она стала неадекватной, потому что там кто-то появился, и там чем-то ответил этому фашизму. Но если это не ответил, то было нормально все. Вы до этого говорили, что адекватность проявляется критерием реализуемости или нет? Конечно. Они вполне себе реализовались. Кто? Фашизм. Да, ну бы что. Государства нет. Ну так было же. Нет, ну да. Да, ну если, понимаете, вопрос тут другой немножко. Что такое реализуемость до конца, там, да. То есть там же был большой проект, в общем-то он не состоялся. Вот. Но фишка именно в этом заключается. Если бы он был реализован, действительно, до конца, пожалуйста, бы так было. Адекватность мы можем проверить после того, как проект либо реализован, либо не реализован? Ну, я думаю, вполне себе да. Почему-то есть некоторые сложности, но ладно. Так это только хорошо, это будет бесконечный ответ. Потому что это совсем не ключевая схема для общественных долгов. нам постоянно говорят о том, что, скорее, оперирование идёт не на уровне цели, а на уровне разворачивающихся процессов и программ. В таком случае фашизм как программа, а не как конкретная цель на уровне мира, развернулся на каком-то историческом отрезке. Поэтому вполне был адекватен. Это у вас очень сложное полагание про программы. Отсоединяйте, учитывая, что фашизм был в Италии, а то, что, наверное, фашизм был в Италии. Мы сейчас с вами будем находить массу всяких контекстов, которые позволят нам неправильно или по-своему находиться в содержании. Я, честно говоря, не понимаю, товарищи геротехники, чего вы спрашиваете? А можно так схемы вопросов? Да, схемы неплохо бы вопросов. Не-не, подожди. Мне кажется, что вполне себе хорошие, просто технические вопросы, которые очень даже неплохо. Андрей, хорошо, вопрос тот же самый, но в приведительной схеме. Девушка задает вопрос. Хорошо. Получается, этот человек, который трансформирует одну норму в другую, он обязательно должен быть? Или сама ситуация может трансформировать норму? Обязательно ли должен быть этот последний? Ситуация ничего не может трансформировать. Она существует постольку, поскольку мы ее придумали. Вся схема возникла, потому что методологи задались вопросом, как же осуществляется процесс воспитания. Ну, такой банальный вопрос. Они пришли к выводу, что воспитание – это как раз фиксирование в специальных институтах, институтах воспитания, образования, каких-то норм, которые транслируются из ситуации в ситуацию. Я к чему сейчас говорю? Допустим, если вы представите себе науку и образование. Физика преподается как учебный предмет. Она уже обработана в какой-то форме, которая, на самом деле, не является деятельностью по исследованию. Правильно? Она представлена в той форме, которая легко транслируется из ситуации в ситуацию. Вместе с тем, наука как исследовательская дисциплина, собственность в смысле слова, она совсем по-другому функционирует. И там эти парадигмы научные меняются в каждой прокуре. Я к чему об этом говорю? Вот эти специальные людишки позаботились о том, чтобы предъявить науку как некий эталон мышления в качестве учебного предмета. И вот он там транслируется. Поэтому, когда мы говорим, например, про будущее страны или про будущее деятельности той или иной, мы уже говорим про то, что происходит некоторая активность в пространстве культуры. То, как она уже будет реализовываться в ситуации, это уже специальная активность. Ну, фишка в этом. Я хотел бы уточнить. Вы наставите на то, что это сугубо специальные людишки-институт этим занимаются, либо каждый человек, который как-то деятельственно относится к ситуации? Ну, вы знаете, вот в этом плане я придерживаюсь вертикальных взглядов на то, что деятельность не является атрибутом человека. Я не понял. Если вы хотите, мое мнение персональное, если вы хотите повлиять на пространство культуры, вам надо создать некий институт. Ну, вот институт не в плане учреждений, да? А институт как пространство, в котором осуществляется заготовка нормы. Вы сказали, что есть специальные люди, которые этим занимаются? Конечно. Я вам вот приведу пример. Про людей это Андрей, как бы, в каком смысле, говорит некоторая, как бы, натяжка. Люди, они там в реальности. Я вам приведу пример. Это я говорю про разделение, в общем-то, того, что ты рисуешь на доске, как деятельность, называя это людьми. А потом Ярославль. А, да-да-да. Это люди. Сейчас мы будем... Я виноват. Вечности. Я виноват, потому что я уже далеко пошел вперед. Есть специальная профессиональная позиция. Ее могут в планете и роботы, в общем-то, если они будут соответствующего уровня. Но, в общем-то, есть профессиональная позиция, которая занята тем, чтобы сохранять, оттряхивать от пыли, совершенствовать некие нормы, которые транслируются в деятельности. Я тебе приведу пример, еще раз повторяю. Мой ребенок сейчас учится во втором классе. У него там какая-то математика. Совершенно, с моей точки зрения, дебильные там есть задания. Просто невменяемые. Почему? Потому что здесь такая норма у нас в стране. В другом смысле норма. Каждые пять лет меняют учебники. Каждые три года. И они должны быть написаны разными авторами. Это там какая-то тетка, непонятно кто. Непонятно кто она вообще там по профессиональным своим качествам. Он пишет какие-то непонятные учебники. Он вынужден, как бы, черт что-то, в общем, учить. К чему я говорю? Это специальная профессиональная позиция. Где-то там в министерстве сидит она. Или неважно, где она сидит. Пространство, культура, как бы, там определено четко. Которое занимается тем, что транслирует эти знания в виде какого-то учебного предмета. Летучий университет, если вы поймете, в этой парадигме существует. Это пространство, где происходит трансляция, формирование и так далее норм. Вернее, в другом у меня есть гипотеза. Что летучий университет это то место, где эти нормы предъявляются. А там уже с ним как-то обработка идет специальным образом. А специальная работа по совершенствованию деятельности, по работе с нормами происходит в рамках методологического семинара. И только я росла в рамках методологического семинара. Это просто потому, что в других местах люди не знают таких слоев. Жили себе варенье, но ели они друг друга. В общем, это была норма. Что-то случилось, допустим, гипотеза. Приплыли другие люди на кораблях и сказали, что так делать нельзя. Они это им сказали не в рамках методологического семинара. Им как-то по-другому объяснили. Я могу сказать. При этом они не были специальным институтом. Они просто столкнулись с тем, что это норма для них была неприятной. Подождите, вы как-то странно расправляете. Вот то, что вы рассказали, классическая схема миссионерской деятельности, в которой возникла то, что называется антропология, культурная антропология. Что такое культурная антропология? Приезжают люди, начинают внести какую-то благую весть аборигенам, которые их едят. Значит, они пытаются понять, что они едят вместо того, чтобы слушаться. Создают концепцию аборигенов того, как они живут, как материалов. Понимаете, да? Потом придумывают, как бы их так преобразовать, чтобы они не ели, а слушали. Те ни хрена не слушают. Они, как в Австралии говорю, создают специальные лагеря, концлагеря, где этих детей от родителей отделяют, чтобы те не получали норму от родителей культурной деятельности. И, в общем-то, там транслируют свои нормы. В результате дети окончают с собой. Там еще, честно, очень интересно происходит. Вот так это происходит. Безусловно, в временах тоже существует пространство культуры. Социализация, если вы почитаете культурную антропологию, они даже на уровне так называемой матрибониальной стратегии, стратегии имена женщинами, да, существуют. Там очень жесткие, очень четкие схемы. Но, в отличие от наших, как бы, модернизированных обществ, да, они фактически как бы натуралистические, то есть они не отдельные. Там нет специальной работы по трансформации норм. Поэтому эти общества не развиваются. Развиваются общества только тогда и там, где есть специальные профессионалы позиций, которые занимаются адаптацией или совершенствованием этих баллов. А если норма не изменяется, то по схеме мы ее видим, да? Почему? По схеме не изменяется. Ну, это, как сказать, норма 1, норма 2. Понимаете, тут все инвектованы. Есть норма 1, норма 2. То есть она меняется? Конечно. Без методолога. Она меняется, что значит, без методолога. Это норма, которую вы фиксируете как норма с ситуацией какой-то. Вы можете понять неправильно, и это будет другая норма какая-то. Вы можете интерпретировать норму как-то по-своему. Правильно? Тем самым, если вы ее, как это, в любой организации должна быть какая-то девиация. В любой организации должна существовать какая-то совокупность норм деятельности, которая предписывает ту или иную форму поведения. Но если находится один человек, который применяет или адаптирует или трансформирует эту норму каким-то валютаристическим способом, ну, сам по себе взял и изменил, и это позволило получить лучшие результаты, организация должна понимать, что, ага, значит, мы можем вот эту норму взять, вернее, так преобразованы нормы взять и сделать ее нормой для всех организаций. Наверное, там, в принципе, существует как бы основано. Андрей, не понимаю, прощайте. Границы ситуации или рамки ситуации, они как задаются? Нет. Другой вопрос. Специфический. Вот я сейчас еще одну понятивную, про дифференциацию, где-то лучше, чтобы мы поняли. В лингвистике есть такие два термина – парадигматика и синтагматика. Парадигматика – это нечто, ну, парадигма, в случае, с греческого приводится как эталон, да, норма какая-то. А синтагма – это нерасчленимое целое. Вот если у вас есть какие-то понятия, категории, да, которыми вы можете эту ситуацию описать как ситуацию, то границами вашей ситуации будет то, что вы описываете как ситуацию при помощи ваших категорий и понятий. Если у вас недостаточно или мало этих понятий, категорий и так далее, ваша ситуация будет гораздо лучше. То есть ситуация – это то, что на самом деле вы задаете как ситуацию. Я скажу еще больше, уже вперед мы пойдем. Ситуация – это то, что задается в пространстве коммуникации как ситуация. Это понятно? Да, спасибо. Еще есть какие-то вопросы? Нет вопросов. Итак, вы задаете вопрос, совершенно справедливый, да, каким же образом человек трансформирует некие нормы? Вообще, что ж такое деятельность, да? Вот эта схема – это была первая схема деятельности, потому что она задавала базовое развлечение – нормы и реализация, да? У человека есть такая гипотеза – реализует некие нормы в каких-то ситуациях. И методологи, значит, вот когда они размышляют, каким же образом методолог, педагог, трансформируют нормы, они ввели схему, там, акты деятельности, простейшую схему, элементарную схему, которая объясняет то, как, собственно, человек осуществляет акт деятельности. Хочу еще раз подчеркнуть – это не деятельность, это только акты деятельности, и то взятые специальные абстракции для того, чтобы понять, как происходит трансформация, там, допустим, норм в какую-то там деятельность ситуация. Элементарная схема – некий шаг в рамках большой деятельности. Есть такая гипотеза, она абсолютно неправильная, но, допустим, как бы для понимания она годится, что деятельность состоит из каких-то актов деятельности. Понимаете, да? И, в общем-то, вот этот вот акт, как простейший элемент деятельности, мы должны зафиксировать. Если вы будете заниматься игротехнической деятельностью, допустим, гипотетической, что вы сможете это сделать, вот эта схема акта деятельности позволяет довольно просто описать ту самую ситуацию, о которой вы говорите. Есть разные средства описания ситуации, это один из этих способов. Значит, она довольно простая, я как бы долго не буду на ней останавливаться, просто поясню. Методология фиксируется следующим образом. Значит, есть некая деятельностная позиция. Когда я рисую человечка без вот этого вот овальчика – это человечек. Когда есть овальчик – это некое функциональное место в рамках деятельности. Сейчас не будем на этом останавливаться. Когда я рисую человечка, занимающего какое-то функциональное место – это позиция. Значит, этот человечек осуществляет преобразование какого-то материала в какой-то продукт. У него есть так называемое табло сознания ваше, на котором фиксируются цели деятельности, цели, да? Проекты – это как бы некое представление желаемого продукта, да? Программы и так далее. Все это есть в сознании. Разные другие вещи, да? Кроме этого, у него есть какие-то средства деятельности, да? В них входит много чего. Надо с кем-то о чем-то договориться, правильно? Кстати, тут же оно состоит из каких-то простейших операций. Операции и процедуры. В общем-то, задача активного деятеля состоит в том, чтобы преобразовать некий материал в некий продукт. Понимаете? Допустим, есть человек, который хочет создать стул. У него, значит, есть под рукой материал. Значит, во-первых, у него есть в сознании представление о том, что такое стул. Вы сразу спросите, откуда оно взялось? Конечно же, из пространства культуры. Есть эта норма, но здесь фиксируется, у человека. Значит, он берет оттуда эту норму. Пытается понять, как же ему преобразовать вот эту вот кучу дерева в стул, да? Для этого он там рисует себе какую-то схему. Схему сборки стула из дерева, да? Он берет молоточек, гвоздики, преобразовывает этот материал в этот продукт. Вот вам как бы и то, что делается. Ситуация, допустим, игротехники и методологи очень любят выпендриваться, они сразу задают какую-то активную позицию человеку в какой-то ситуации. Одни простые вопросы. Меня спрашивают, что ты тут делаешь? Кто-то начинает со мной спорить про институт, про что-то. Я с точки зрения методологии должен был совершенно правильно спросить, что вы вообще сейчас делаете? Что вы осуществляете? То есть мы как бы останавливаем ситуацию и прописываем ее, допустим, по этим вот каким-то элементам, чтобы четко понять, что вы там на самом деле делаете. Беда заключается в том, что в 99% случаев люди не понимают, что они делают. Они как раз действуют в рамках какой-то нормы, которую не понимают. Реализуют их ситуации, которая в общем-то неадекватна этой ситуации, но этой нормы. и почему-то ну как бы там считают, что они имеют на это право. При том, что в общем-то люди занимаются совсем другими какими-то делами. Ну в общем-то вот эта вот базовая схема связана с актом деятельности. Давайте какие-то вопросы про нее есть? Рисование стула, проектов стула, это же уже акт деятельности? Нет, это элемент деятельности. Элемент акта деятельности. А здесь материалы, может быть, у них было, да? То есть не стула, а даже там луза? Конечно, да. Когда вы берете ребеночка и воспитываете его из немаулята, который не в состоянии ничего делать, в активного гражданина нашего общества, вы его используете как материал. Национальная позиция может быть любого размера, которой можно занять один человек, группа, государство или национал? Да. Ну как? Смотря в какой ситуации. Вы, например, здесь вот являетесь, знаете, кем я сейчас скажу? У вас предъявляются специфические требования к материалу, например, наличие собственных целей. Это вас все время провоцирует, а вы почему-то не провоцируетесь. От вас хотят собственные цели, активные позиции под отношением происходящего. Вы не занимаетесь. Ну это нормально для материала, который существует в нашем обществе. Это совершенно нормально. Я сейчас никого не пытаюсь обидеть, а наоборот пытаюсь спровоцировать вашу активность. Вы еще хотите из нас вырастить тех человечков, которые двигают нормы и из них образуется культура, да? Нет. Вы будете просто игротехниками. Это вы так слишком много. Вы будете просто элементом, техническим элементом в рамках системы игры. О чем вам расскажут потом? Возможно, когда-то вы встанете в методологию. Методологи тусуются на методологическом семинаре, а игротехник-то здесь. Пространства и место разделены. Способы там активности. Вы, может, там и не выживете. Вы сходите на методологический семинар. Может, вам не понравится в принципе. Здесь же мы-то очень мягкие, аккуратные, корректные. Но амы тоже могут быть материалы по продукту. Конечно. В той схеме, которую я рисовал, собственно, я для того сейчас создал вот эту вот схему акта деятельности. Там, безусловно, одни нормы становятся материалом, для других норм. Если мы пытаемся реализовать, допустим, нормы Европы, допустим, демократические нормы Европы для нашей конкретной ситуации, страны, и никогда в жизни этого не было, мы должны, безусловно, эти нормы каким-то образом трансформировать. А вот все-таки интересно, когда не было методологов, специально обычных преобразователей норм. Ну и, допустим, была норма, земля плоская, приходит чувак какой-то и говорит, нет, у меня новая норма есть, она круглая. То есть он является преобразователем, хотя не является методологом. То есть, собственно, происходит столкновение каких-то норм, старых, с новыми, и запускается какой-то процесс, без методологов. Нет, это вы очень сильно заблуждаетесь. Это, в общем-то, тогда и началось появление методологии. Когда есть примитивное, ладно примитивное, какие-то представления о мире, и появляется пространство, где можно о них говорить, задавать вопросы. Вот таким пространством стала зарождающаяся наука. Но она тогда была не наукой, а именно пространством методологии. Вы читаете Галилея, как там, я не помню, работа есть в нем. В двух новых науках механики. Да. Он не науку писал, он сидел и заразбирался. А как же так вот, блин, почему Аристотель не прав? В этом пространстве он создавал то, что в дальнейшем стало наукой. Он создавал основания для того, чтобы в дальнейшем вводить новые антологические полагания. Понимаете? Только вот такие мы макаем. Либо же идет уничтожение одной деятельности, другой деятельности. Приходят варвары и режут нафиг всех этих греков. Хотя потом взяли, ассимилировали некоторых. Ну и вот. Какие-то еще есть вопросы? Давайте активно. По этой схеме? Получается, вы хотите, чтобы, скажем, я занял позицию, но цель относительно нашей? Я хочу. Я не хочу. Ну, то есть, я не хочу про вас ничего. Вы только не обижайтесь. Я так понимаю, есть такая гипотеза, что на игру нужно, допустим, 10 игротельников. Да? Ну, в зависимости от количества групп. Да. У вас, предположим, 20 человек. Допустим. Кто-то должен занять это место. То есть, мы смотрим, соответствует ли вот этот материал вот этому месту. Сейчас я буду брать взгляды, что такое место. Если соответствует, все пошел. Не соответствует, учим. Учим, учим, учим. Делаем. Хочешь, что ты делаешь. Главным требованием к позиции игротехника, вообще ко всему пространству, является требование самоопределения. С этой точки зрения, ну, это я сейчас свою точку зрения вас скажу, если вы сказали, это все говно, я сюда ходить не буду и пошли вовсе нафиг, это нормальное адекватное самоопределение по отношению к тому, что происходит. В этом плане вы гораздо выше, допустим, того человека, который пытается за всех сил адаптироваться к тому, что здесь происходит, да, приспособиться, да. Не рефлексивный период нормы, потом пытается как-то реализовать. Это никак не развивает деятельность игротехническую, методологическую. Ну, опять же, это я задвигаю вперед, потому что я сейчас вам рассказываю о том, как это происходит в методологии развития в этой вот самой деятельности. Вот. Ну, все понятно, правда? Нет. Что не понятно? Вообще довольно много. Потому что для неимиссивно подготовленного человека это оказывается очень таким жестким загрузом. Вот. И любую идею, вообще, какую-то там теорию с числом базовых понятий опорных более трех, ее не каждый сможет так прямо сразу воспринять. А здесь это... Подождите! Это еще только начало? Сегодня идет, я же говорю, бескомпромиссный, жесткий, теоретический материал. Это только начало. Вот. И если бы из этого всего удовольствия выделили, действительно, вот, там две опорных базовых понятия, на основе которых можно было бы разделить эту теорию, то, поверьте, время и ресурсы на понимание гораздо меньше нужны. Да. Понимаете ли, никто не собирается вам здесь упрощать задачу. Скорее, как бы, это задача сложная, как бы, упростить ее, в общем. Нет, подождите, Андрей, давайте мы будем работать в рамках деятельности на плохой. Дальше я задам коучинговые вопросы вам, да? И, значит, какие действия сейчас более адекватны? Вот эта теория, ну, она признается, на, вот, сейчас выглядит слишком сложно. Для вас? Да. А вы, как бы, все время делаете оговорки. Для меня, я хочу, дайте мне такую-то цель, или, там, дайте мне такое-то средство. Я не понимаю того, чего вы не понимаете, в какой деятельности вы не сможете это употребить. А вы вот эти вопросы все задавайте мне, я буду на них отвечать. Сейчас я, в принципе, хотел, по возможности, уменьшить количество этих базовых понятий, чтобы, затем, освоив их, уже можно было как-то подвигаться. Я услышал следующий вопрос. Я хочу уменьшить количество понятий. Да. Ну, шалки. Вот. И, понятия нормальной ситуации, они здесь, конечно, ну, без них невозможно будет обойти. Вот. А вот уже, куда пойти с ним дальше, я надеюсь, что, по ходу рассказа можно будет как-то определить. Хорошо. Хочется спросить, вот эти цели, они же тоже откуда-то берут, То есть откуда-то берут. Я понимаю, что скульпера, я понимаю. То есть, ну, он же их как-то должен взять? Конечно. Ну, вот смотрите, тут такой философский ответ на это может быть. На самом деле, это самое сложное место. То есть, ну, как бы, с теоретической точки зрения все довольно понятно, что такое цели, там, да, это ясно все. Но с точки зрения практической, это невероятно сложная вещь. Методологи утверждают следующее. Ну, как я знаю, может быть, я от чем-то отличаюсь от этого. Вот вы говорили про программы деятельности, там, какие-то проекты, там, и так далее. Вообще, с точки зрения того, что вот программы деятельности, да, вот вы сейчас здесь находитесь, на самом деле, потому что есть такая программа, как культурная политика, в рамках нее осуществляются какие-то мероприятия, в том числе летучий университет. Там есть, там, цель, там, такая, такая, под цель, такая, под цель, такая, под цель, под такую ситуацию, под эту такую ситуацию, туда-сюда, пятое-десятое. И тут вот внизу самому находитесь вольт. Есть такая гипотеза, что вы освоите, ну, как освоите, примите вот эту вот цель, маленькую цель быть инструментом, элементом в большой системной работе, которая называется там, воркдеятельностная игра. Ну, вот решение, брать эту цель, должны принимать вы. Моя гипотеза в том, что если вы, как бы, примите бессознательное, да, о, круто, я хочу быть таким же, как эти методологи, всех гнобить, там, ругаться со всеми и так далее, там, да, ну, в этом плане вы будете, я не знаю, ну, человеком вы не будете полноценным. Полноценный человек, когда вы берете свои какие-то цели, жесткие. Ну, прикиньте, просто есть одна большая проблемка, связанная с соразмерностью, да. Это вам надо будет встать на уровень, как-то, на систему, да, по отношению к игре, чтобы задавать этой игре свои цели. То есть, чтобы игра вашей части в ней была средством вашей какой-то там большой цели. Прикиньте, как. И, в общем-то, на самом деле, ну, как бы, так называемый драм-конфликт оргдеятельностных игр состоит именно в том, что от вас, от участников, в том числе от игротехников, требуют, в общем-то, выхода все время в этот уровень более высокий. Требут. Вы не можете, не задавая сверху, как это сказать, цели и ситуации, в которые вы попадаете, в этой ситуации очерчивать элементы какие-то, материалы, продукты, значит, людей рассматривать как полезных или не полезных. Понимаете? Это всегда будет для вас вызовом. По крайней мере, вот в оргдеятельностных играх это задается как основание, как база вообще основания в деятельностной игры. Некоторый вызов вам, вашему месту, вашей активности, вашим средствам. Чего вы тут делаете? Чего ты орешь на методолгость, у тебя самого своих целей нет там, да? Чего ты плачешь? Ты про что плачешь? Про то, что тебе не дали занять какую-то непонятную тебе самую позицию, например, и так далее. То есть это довольно жесткая вещь, но это потому, что, на самом деле, к сожалению, так получилось, в нашей культуре людей не учат задавать цели, там, да, активно быть по отношению к своим целям и так далее. Ну вот, зато попадаете в такую конечную ситуацию, когда есть такая возможность эту цель как-то самому поставить, освоить и так далее.